Несмотря на то, что, конечно, мы до глубины души возмущены тем, что там происходит, конечно, болит душа, но ни в коем случае, мне кажется, войска не надо вводить. Потому что это уже будет война. Там есть, несмотря на то, что понятно, что украинская армия абсолютно небоеспособна, это вот эта якобы антитеррористическая операция показывает это наглядно, воевать они не умеют, но там есть приличное количество вот этих бандеров, бандеровцев, бандитов, правосеков, боевиков, которые, конечно, будут партизанскую войну вести. Есть серьезная часть людей, которая поддалась этой пропаганде. Я недавно был три дня на Украине. Это тот поток лжи, который льется с экранов телевизоров, это не поддается описанию. Это просто фантастика какая-то. И, конечно, часть людей, она зомбирована этим. Поэтому, мне кажется, самый нормальный выход сейчас поддерживать морально, безусловно, давить на украинские власти, чтобы прекратилось это. Это фашистские операции были прекращены. Не хватало нам, кроме Одесской хатыни, еще получить хатынь Краматорскую и так далее. И я думаю, но добровольцы, это нормально. Если человек, который хочет помочь украинскому народу защититься от фашистов, пойдет туда воевать, это нормально. Если мы поможем оружием в разумных примелах, это тоже нормально. Но ни в коем случае не вводить войска.